Донбасс Доброе утро! 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 конечно он звучит может не так профессионально но это и есть как бы правда и тема то и замечательно давайте посмотрим этот клик давайте вы не строим окончание ада мы видали его под землей мы все еще живы и это наша награда и мы будем стоять на передовой мы помним как взрывались наши рассветы как разрывались от боли наши сердца мы будем всегда помнить об этом и мы будем стоять до конца здесь все по-другому здесь даже воздух другой мы на нашей земле мы на передовой и ни шагу назад просто некуда нам отступать это наша земля и мы будем стоять мы уходим в закат как уходили с собой наш мир ни под кем не прогнется мы будем стоять на передовой мы дождемся пока взойдет солнце здесь все по другому здесь даже воздух другой мы на нашей земле мы на передовой и ни шагу назад просто некуда нам отступать это наша земля и мы будем стоять здесь все по-другому здесь даже воздух другой на нашей земле просто некуда нам отступать и мы будем стоять Здесь всё по-другому, здесь даже воздух другой Мы на нашей земле, мы на передовой И ни шагу назад, просто некуда нам отступать Это наша земля, и мы будем стоять Здесь всё по-другому, здесь даже воздух другой Мы на нашей земле, мы на передовой Или шагу назад, просто некуда нам отступать Это наша земля, и мы будем стоять Это наша земля, и мы будем стоять Клик на передовой снимался в Донецке Как проходили съемки? Сергей, расскажите На самом деле, недавно мы смотрели ролик по Новороссии Как раз вы и описывали, как происходило, как присадили съемки Мы сидели с вашим оператором, и нас там БМП переезжало На самом деле, все получилось очень случайно Скажем так, не случайно, а спонтанно Буквально за один день Юля срочно приехала, сообщила, что сейчас срочно ехать надо Мы не совсем готовы были, встретили Хор-то успели подготовить Успели хор подготовить с наших бойцов Хотя им очень тяжело было петь, так как все-таки два года воюют, защищает Родину Тут нужно все-таки проявить немножко Ну хорошо, да Поэтому мы в район Еленовки выехали Недалеко от линии врага Ну, чтобы это было все-таки, да, более эффектно Реалистично Да, выигнали БМП-1, БМП-2 и БМД-2 Для поддержки, скажем так, пехоты нашей, да, чтобы создать вот эту картинку боя, да Заминировали там, все, что можно было, заминировали, как Юля говорила, искусственными бомбами, да Ну, естественно, чтобы никто не пострадал Я взрывала три пакета Да, и создавали необходимые картинки И на самом деле мне пришел сценарий очень быстро придумать И особо далеко ходить не надо было Так, как это происходило в Логвиново, в Дебальцево То есть я вспомнил пару моментов Каким образом мы захватывали населенные пункты, да И вот именно по сценарию того, как это реально происходило Да, Сергей Сергеевич, сам того не подозревая, сработал как профессиональный режиссер Постановщик батальных каскадерских сцен И он даже не знаю, я говорю, может, ты понимаешь, что ты режиссер был? Он говорит, да, я не знаю Тут, наверное, более уместен был момент русской пословицы Самое лучшее, когда делается спонтанно Ну, да Причем никто особо не готовился, больших специалистов не было То есть все придумали прямо на месте На месте, ну, да Вот, и получился вполне реалистичный клип, который Просто сейчас много видеоклипов, которые нарезают с того, что есть на видео С хроник, да С хроник, да И когда это повторяется не один раз, оно уже смотрится не так Поэтому Юля предложила, говорит, давайте сделаем индивидуальный клип Это он предложил? Сергей Сергеевич? Да, даже так Что он же устроил всю эту шоу, неимоверную Ну, на самом деле, все сделали от души Сделали именно так, как мы это делали на передовой, да Во время 14-го и 15-го года Поэтому не пришлось ничего выдумывать совершенно, фантазировать А именно сделали так, как мы это делали на передовой В Иловайске, в Дебальцево, в Старобешево и в других городах То есть использовали нашу тактику, нашу технику, наше подразделение И создали вот эту картинку, да, эффекта боя Но на самом деле, вы все видели клип, да И наклоненная клипа напомнит все-таки украинцам Что те, кто сейчас узурпировали власть у них, это фашисты Которые Бандеру прославляют, памятники Ленина сносят Пытаются сделать так, чтобы нашу историю забыли, да И переписать историю, сделать новую с этими фашистами украинскими Так вот именно в клипе четко указано вначале Когда украинская УПА, бандеровская, да Встречает фашистов хлебом и солью в Киеве И четко висит вывеска «Слава Украине, слава Гитлеру» Вот в чем дело И потом показывают, как бравые российские солдаты Я извиняю за выражение, дали простраться фашистам Как они драпали, поджал хвост И именно тогда, когда несли вниз опущенные флаги, знамена фашистские И именно там был нынешний герб СБУ Украины, если вы посмотрите Это крест и трезубец в виде орла То есть та символика, которая с 1991 года приняла Украина Вот эту фашистскую символику на самом деле И также показали, как наши ребята со временем Также борются с этими фашистами И история повторяется И также сейчас они драпают Как они драпали Сувалайска, как они драпали Дебальцева Также поджал хвост Побросав своих бойцов Командиры бросили свои флаги, знамена, паспорта, документы Поджал хвост, бежали Технику бежали С таким страхом бежали Хотя их было 7 тысяч Дебальцева 4 тысячи балалайска У нас там было с горстка 600-700 человек И мы дали им просраться, извиняюсь за выражение Вот это именно напоминание в этом клипе Напоминание украинскому народу Даже напоминание тем фашистам Что они именно так закончат Как и в истории И та хроника, она не переписанная Это не монтаж Это реальные взятые съемки Фашистами Да, в Великую Отечественную войну И вот этот клип Сделан сейчас Именно с той целью Чтоб напомнить Что, ребят, извините Задумайтесь Ну потому что Так закончится Именно так закончится С вами сейчас Как закончится В Великую Отечественную А кто не учит и свою историю Тот наступает на одни и те же грабли Еще раз Историю надо, конечно же, знать Как украинская сторона Отреагировала на этот клип? Да, на самом деле Я уже привыкла Эти реакции летят с самого начала Как я стала ездить на Донбасс Ну как? Как угрозы, обзывания Что они еще могут сделать? Когда человек не прав Пророссийская террористка Это комплимент Ну да, типа я там террористка Еще писали гадости, да И пытались Юлю Именно Очернить тем Что она якобы взяла деньги За то, чтобы это все сделать Что ей платили На самом деле это не так Там написали, что там Чуть ли не грандиозные гонорали Чтобы она сюда приехала Чтобы она снова клип Чтобы она все Все, что говорит Да, да На самом деле Это ложь и провокация Я попрошу прощения Дело в том, что мы с Юлией знакомы Уже не первый год И когда она приняла поддержку Позиции русского мира Все ее приезды здесь Ну практически, наверное, все Я сопровождал ее по Донецку Друзья наши с Луганска Сопровождали по Луганску Вот И я практически во всех организациях концерта Участвовал Ну, я вам посмею заверить Что ни единой копейки Ни Юлия Ни ее музыканты Ни транспорт На который она приезжает С музыкантами Единственное, что мы Подготавливали площадки Где она могла выступить Были выступления разные Разбитая Дебальцева Она приехала Выступила на площади Перед школьницами В руинах В руинах Без всякой аппаратуры На простой небольшой гитарке Я вам скажу Это выглядело шикарно А Дебальцева У меня вообще сердце разрывалось Я приехала туда первый раз в апреле А люди не выходят Боятся Из подвалов Да Так вообще я не думала Что так бывает Потом на 9 мая поехали Выбили всех Так что я благодарен Юле За то, что она поддерживает наш народ Вот Толкает вперед Идею русского мира Ну С нами Бог Мы победим Конечно Всегда победим Скажите Вот какие самые забавные моменты Происходили Во время съемок клипа Были ли такие вот моменты Да Забавные моменты Как мне Ничего голову БМП не снесло И как посадка чуть не сгорела Как посадка чуть не сгорела Мы создали МЧС Узывать Спалили, да Посадку чуть-чуть Ну На самом деле Знаете Как в любых фильмах Там в конце Фильма пишут Что у них одно животное Не пострадало Ну никто не пострадал Никто не пострадал Это было даже чудо Съемка С какой-то Это все классно было На самом деле Жарко Жаркая погода Хорошая Солнце светило Все перегрелись Погода хорошая Пыль столбом Машины гудели Пыль столбом Выхлопы Вот эти дизельные С бронемашин Выстрелы Выстрелы Горит посадка Да Тут Ну Ну Скажу Наблюдение со стороны В принципе Я там тоже был Вместе Занимались этим За одни сутки Которые мы подготовили Съемку этого клипа Ну Не каждый Голливуд Это сделает за сутки Ну это Голливуд Получился у нас Даже круче Только с реальными машинами С реальными На самом деле По-настоящему Почему быстро Практически Без повторов Все Так вот Без репетиций Без дублей Потому что Два года воюн Самая тяжелая Все моменты Отрабатывались На тренировках Во время боевых действий Поэтому ничего не было сложно Повторить то что мы повторяли Да и с актерами Тебя было бы труднее командовать Бойцы то сразу Вопры Бойцы не знают Все приказы Как выполнить Конечно Самая тяжелая тренировка Было это ребят Закупо вытащить И научить их петь Да Тогда было дублей много Но тем не менее Все получилось Отлично А были предложения О сотрудничестве С донецкими Музыкантами С донецкими На самом деле Я сотрудничала И с луганскими И с донецкими музыкантами Мы делали же фестиваль И в Луганске Проходил Как бы Среди луганских групп И в Донецке Вот Было круто Мы сотрудничали Мне очень понравилось На самом деле Я не ожидала Такой достаточно Высокий уровень Я думала Ну там Конкурс Самодеятельность Очень крепкие Хорошие группы Есть в Донецке И в Луганске тоже А дуэт какой-нибудь Возможен? Дуэт? Ну почему Я теперь только с хором Дело в том Что просто Участие с нашими группами Во-первых А, Евгеника И группа Евгеника Которая сопровождала Тогда Когда музыканты Один раз даже Я пела с группой Евгеника Они мне аккомпанировали Ребята Мы с ними много Пересекались Они сами Вполне адекватное Получилось выступление Шикарный концерт В городе Харциске Женя Хорошая певица Девочка Привет Передаю Пользуйся Сотрудничали тоже На день города Макеевки Было выступали Три Да Местные Группы местные И Надо честь отдать Там Самая старая Самая взрослая группа Зажила так Людей Рок-н-ролльщики Ребята Старые Рок-н-ролльщики Которые Сейчас уже работают Где-то на предприятиях Вот молодцы Вообще исполнили Так что в принципе Общение Сотрудничество Идет постоянно Талантов тут хватает Короче На донбасской земле Какие творческие планы Будут ли еще песни О Донбассе О героях Донбасса Думаю будут Похоже Это длинная история Вот кстати Украинское издание Медиа-няня Все ждет Уже год Где-то Даже больше года Когда же вас назначат Народной артисткой Донецкой народной республики Ну это наверное Вопрос больше К Сергею Завдовееву Поскольку он Депутат народного совета Он назначает Да артистами Народными Он может внести предложение Да ладно Я же не за это На самом деле Она уже является Как вы сказали Да Нашей народной Артисткой Все таки мы Пока еще Официально не признанная республика Соответственно Всех нас Неофициально признанные Народные артисты Да И друзья наши И братья наши Притому Это только начало Хотелось бы Верить то что Скорее Мы закончим эту войну Победой Но так же Как в этом клипе написано Что бы они бежали Вот тогда Поджав хвост Как это уже повторялось Не имеете права Как командир Вы говорите Я должен Я хочу надеяться Я уверен Командир говорит Короче Ладно Фашисты пусть бегут А остальные к нам В объятия обратно Родненьких Домой Да В общем мы уверены Мы их отогреем Обязательно поддержка Как я уже сказал Обязательная поддержка Нужна наших братьев и товарищей С Российской Федерации Особенно популярных людей Это вдохновляет наших бойцов Это нас тоже вдохновляет Мы понимаем что мы не одни здесь Вот что важно А если мы не одни Если мы все вместе Если мы одним кулаком То нас много То любого врага разобьем Да Любого врага разобьем Речь не про венички Рассказывать не надо Потому и поем Что мы будем стоять до конца А не то что там что-то Это наша земля Будем надеяться на скорейший мир Благодарю что нашли время И пришли к нам в студию Спасибо Счастья и мира Спасибо Победа за нами Напоминаю что вы смотрели программу Путь правды Для вас работала я Замут меня Марина Еремченко Всего доброго Не переключайте канал Редактор субтитров А.Семкин